Мама Мама Он выбивается из сил и падает на возничьи. В который раз продолжается этот сон, В который раз, открывая глаза, он видит других белых птиц, Которые бесшумно снуют туда-сюда, А кто-то неведомый произносит жестко и равнодушно Скальпель, тампон, скальпель, тампон, скальпель. Бабака Баба, 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 баба. А лайнер не взыщи, друг мой, вспомнить жутко. Мне, как братья кирзачи, славная будка, в них пять стран в боях прошел, в снег и грязь утюжил, В них на дно, как камень шел, Выплыл, выжил, сдюжил, Шел на пулю, шел на штык, Смертушкой братался, Сжился с ними, к ним привык, Так и не расстался. Все, чем может испытать нас Война лихая, Наступать или отступать, Или в окопе умирать, Я хлебнул без края, И за мною по пятам Смерть носила косу, Хорошо, что сапогам Не было износу. В 1937 году 19-летний нанайский паренек Панксак Киле Приехал в Комсомольск. Здесь он выучился на электромонтажника, В сороковом ушел в армию, В сорок первом на войну. Если бы его спросили, О каких днях он хотел бы забыть, Он ответил бы, О войне. И не потому, что это было страшное время, А потому, что война – Великая беда для человечества, Боль и страдания для матерей. Он мог и считал себя счастливым человеком, Потому что судьба хранила его. Лишь в последнюю ночь войны В немецком городе Лансдорфе Подстерегла его пуля. И тогда позвала его белая птица. Сколько раз он ходил в разведку, Сколько был под смертным минометным огнем. Сталинград, Кривой Рог, Тирасполь, Румыния, Австрия, Венгрия. Орден Красной Звезды, Медали за отвагу, за боевые заслуги, За взятие Будапешта, за освобождение Вены, За победу над Германией. Солдаты Отчизны, Сыновья Отечества, Каждый единственный и дорогой. Попрощался я с войной, Кирзачи-братенек Понесли меня домой На Амурский берег. Я в таком аду бывал, Пересохли губы, Я к родной струе припал, Заломила зубы. Мангбо, слышишь, Не взыщи, не привез подарка, И поставил кирзачи Я предвечным Мангбо. Скобось войну прошел я в них, Смерть шла за плечами, Закипел он и затих Перед кирзачами, И как будто тяжкий стон Воронам по ветке. Ты исполнил тот закон, Что хранили предки. Нанайские ребятишки Почти с самого рождения Познавали науку выживания. Они многое умели, В том числе хорошо плавать. Если бы в детстве я Не научился ничему, То с фронта живым бы не вернулся, Вспоминал Панксакили. Еще ребенком, Научившись кататься на лыжах, Плавать, я смог переплывать Без труда Дон, Днестр И Дунай во время войны. Это сегодня нанайские мужчины Как-то несколько измельчали. А до войны, что ни село, То одни мергены, Высокие, статные парни, Которым все под силу. И зверя добыть, И с большой рыбой управиться, И в ловкости, До умения себя показать. У Дина, девушки-красавицы, Им подстать, Мастерицы, пивуньи, Жить бы поживать, Свадьбы играть. Николай Сайгор На долгие сборы времени тратил. Вместе с односельчанами Из села Верхняя Экань Ушел он в военкомат И вскоре уже был под Истрой. На подступах к столице Шли тогда тяжелейшие бои. Николай попал в группу Пулеметчиков-разведчиков, В полк к Белобородову. Враг был силен, Вспоминает бывший солдат. И полк наш Оказался в окружении. Все ходы были перекрыты. И Белобородов вызывает меня И приказывает раздобыть языка. Окружение Дело серьезное. Казалось, выхода не было. И Белобородов Высылает разведку. Николай идет одним из первых. Первая вылазка не удалась. Следующую ночь Попробовали еще раз. Смогли пробраться На край деревушки И добыть такие языка. Да еще офицера. А за эту операцию Николай Сайгор Был представлен К высокой награде Ордену Красной Звезды. А потом, как говорится, Пошло-поехало. Одна операция За другой. Белобородов Берег своего разведчика. Но шальная пуля Все-таки не обошла его. Однажды Выкуривали немцев Из какого-то подземелья Вспоминает Николай Сайгор И нарвались на мину. Очнулся уже в госпитале. Помнит, как пришел К нему сам Белобородов Сообщил, что наградили Николая орденом Отечественной войны. А врачам Тогда наказал Чтобы мне Этого на найца Во что бы то ни стало На ноги поставили Врачи постарались Но воевать Николай больше не мог Его комиссовали И отправили домой В родное село Экань. Больше всего он горевал о том Что не может уже так ловко ходить Как требует того тайга И белку бить с той меткостью Которую он когда-то имел Награды же свои Мало кому показывал Считал, что ничего героического Он не совершил Потому как воевал Как все Выполнял свой долг А за то, что жив остался Судьбу до врачей Благодарил Больше же думал Об односельчанах Не вернувшихся домой Много оказалось Именных на сельском обелиске И все меньше стало появляться В селе Мргенов Вот вроде война Уже давно как кончилась А то одно То другое Они напомнят Большая страна Россия И Амур Река большая Если по ней вверх ехать То доберешься до села Троицкое Это центр Нанайского района Только отсюда ушли воевать 1783 представителя рода Нани Ханю, ханю, баячи Хасадочи таваку Насалдочи мурунку Нанай, найсални Чауха, чауха гласи Чауха, чауха гласи История История Писал когда-то Ананайцев Гольд понятливый Восприимчивый И даровитый народ Но по натуре своей Слишком мягкий Если не сказать робкий Все они отменные стрелки Но как мне удалось выяснить Никогда не участвовали в войнах Так уж сложились их характеры И обычаи Законы и взгляды Что они не могут Не должны Не имеют права воевать Однако судьба распорядилась иначе И Николай Бельды В свои 17 ушел на фронт Он служил на Дальневосточном фронте Как и многие из его соотечественников Танковый десант, куда он попал Перенес много трудных дней Анхов-то не Туит цадо бичин Шимановка Шимановская Шимановская детская Танки-то не Негни гуидуань Хайбарань Граница бару Кумара бару Хайбарань Алдал-поктуду Как раз май 9 мая Хайбарань Кумара Ана-марцаду Аня в 9 мая Как раз Хайхапичин Алдал-поктуду О том, как проходили бои на Дальневосточном фронте О том, как воевала там наша армия И в частности на найские солдаты Нигде ничего не написано Это была особая восточная война И о том, какой она была Еще предстоит исследовать и рассказать Сегодня наши солдаты Так долго хранившие молчание Потихонечку начинают вспоминать о тех временах А времена эти были удивительные Суровые И трагические Большинству из наших солдат Пришлось быть разведчиками А судьбы их были Очень нелегкими Проблема состояла в том Что разведчиков принимали за японских шпионов Были случаи, когда их расстреливали свои И долгое время Они не могли рассказать о том Как воевали Имена их были практически никому неизвестны Сегодня они говорят об этом с горечью Погибло очень много близких людей Командир батальона Громов Героя присвоили ему И там они Танк-НХ, танк-НХ, танк-НХ Танк-НХ 9 августа война началась А нас с 7-го на 8-ое Переправили через Амур На Манжурскую сторону Вот как-то, видать, не рассчитали 9-го числа Днем наша разведка полковая Нас догнала Нас было 5 человек Ну и все взяли в плен А почему взяли в плен? Там в основном были Ну такие поближе Похожие на японцев И одеты мы были все в японской полне Конечно, мы пленные Ну не будешь своих стрелять А там целый взвод 40 человек с автоматами Некоторые уже развели Еще бы секунду И нас бы скосили Пришлось руки задирать вверх Сдаваться Ну это не все главное Ну думаю, ладно, бог с ним Ну забрали, забрали Когда нас через Амур переправили Там в село Красноорловка Это недалеко от Паяркова По-моему скажу И вот когда нас вели по деревне Вот тут мы натерпелись И стыда, и горечь Я не знаю И обида Женщины подходили Нам в лицо плевали Ну мы пленные шли Руки назад вот так Под автоматами А пацаны те старались С камнем в лицо попасть Бросали камни, палки А бабы эти Кляли нас На всем свет стоит Как будто Мы вот эти пять человек Виноваты во всех них бедах И вот Бельдина Кентья Григорьевич Ты знал? Старший сержант Это мне знал Дружный брат Дружный брат Вот тоже так выходили Наши приседчатки туда Они выходили Вот они Поймали их Ну там Кто-то Нанайцы же были Послали туда Разведку Ну и вот И вот Он говорит Мне откуда едет И магнит Давайте Командование ваше Туда Уведите Я там расскажу Нет И японский шпион Ну там Стреляли И стреляли его Был Нет ли Вот это Эпизод И должен знать Помню Там это Ручей Ну там Мосток Там наши танки остановились Вот кто пич Кто умыться Должна Там вот Помыться Ну и Наверное Сколько взводов У нас Молы же было Ушел в кусты Вот там Его поймали Наши Ребята Колотят Тащат его Он орет Это Я же Я же Русский Какой ты русский Японец Вот так Стоит Его колотят Смотрит Командир Звода Наш Бахрат Сказал Вы наши солдаты Тащичи Это Контрразведчик Это Белый Офицер Переодевший Наш лейтенантов А тут Не выйдет Они же Нас Сказали Вы там Стреляют Вверх Чтобы Моего Солдата Арестовали Вот Потом Разобрались Потом Наши Ребята Сказали Наш Солдат Вот так Чего-то Не попал Потом Вот я Оделся Ну там Там Поло Блюки-то мои Порвались Там Все Трофейный Японский Я одел Блюки-то Такой Зеленый Я знаю Уколы Такой А Ну вот Китель Он говорит Давай Снимай Да Ну Чем Японец Себе Убьет Японец Вот так Пришел Мне снимать Привез Этот Солдат Бога Ни Хоть Секта Уйва Ичел Лени Амуту Агдит Талин Аси Байгон Салмь Чачи Ни Мис Сали Аси Аси Абраси Ни Энда Мол Саих Абраси Мин СМЕ culmin Сами Мин … Мил СМЕ 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 Песня о войнах на Найцах Песня о войнах на Найцах 20 лет назад в Комсомольске-на-Амуре был воздвигнут мемориальный комплекс. Одно из лиц, высеченных в камне, принадлежит снайперу Нанай Алексею Самару. Боевое крещение Алексей принял на Сталинградском направлении, южнее станции Тундутова. В один только день он уничтожил 48 фашистов. Полковник Морозов лично вручил Алексею именную снайперскую винтовку и разрешил ему выходить на свободную охоту. Вскоре он стал любимцем 422-й, а впоследствии 81-й гвардейской дивизии, ее славой и гордостью. Сержант Алексей Самар был награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Боевой счет Алексея с каждым днем возрастал. За 20 суток он уничтожил более 190 гитлеровцев и получил орден Красного Знамени, а затем был представлен к званию Героя Советского Союза. Но, к сожалению, документы затерялись, а Алексей погиб. Его прах покоится в братской могиле на площади павших борцов в Волгограде. Племянница Алексея Самара, врач Юлия Дмитриевна Самар, ведет поиск пропавших наградных документов. Она надеется восстановить в истории имя своего знаменитого дяди. Война не пощадила род Нани. Она унесла множество жизней простых таежных людей Самура. Среди них поэт Аким Самар, Чокчо Бильды, Иннокентий Самар, Закар Кхиле. Всех, к сожалению, не перечесть. Все они, воюя на Западном и Восточном фронтах, тосковали по родному Амуру и черпали силы, вспоминая о нем. Насколько значим он был для каждого из них, говорят строки стихотворения, написанные народным поэтом Амура, бывшим солдатом-фронтовиком Пангсой Кили. Семь раз я в обнимку со смертью ходил, но Мангба не выдал ей друга. Семь рек на войне под огнем переплыл, мне Мангба дал мужество духа. И между боями в солдатском кругу, когда перед их выдавался, я видел себя на твоем берегу. Я строй твоих сердцем касался. Так живу птенцы на ладонях беды с застывшей молнией в кроне, до малой песчинки, до всплеска воды, до бьющейся капельки крови. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ